Навечно запретить добычу урана в Кыргызстане. С таким предложением выступили депутаты парламента Алмамбет Шакмаматов и Алтынбек Сулайманов. По их словам, это единственный и правильный выход из сложившейся ситуации. Нужно отметить, что на этот шаг слуги народа, возможно, и не пошли бы, ведь ранее они им предлагали ввести мораторию только на ближайшие 50 лет. Однако такая инициатива пришлась не по душе – обществу. У них просто не было другого выхода. Все 10 лет деятельности на этом месторождении Ташбулак в Иссык-Кульской области была противозаконной и мораторий был бы спасением для власти. Но чтобы соблюсти интересы народа, единственным возможным выходом было запретить добычу навсегда. Теперь авторы законопроекта просят своих коллег высказаться по предлагаемой инициативе и по возможности озвучить свои соображения, которые могли бы оказаться полезными в процессе разработки документа. Добыча урана несет серьезную угрозу экологии и здоровью гражданам Кыргызстана. Современные методы добычи урана не гарантируют полной безопасности от радиационного излучения. А урановые хвостохранилища только усугубляют опасность. Да, уран – дорогое сырье, которое может принести большие доходы, но экология и здоровье людей важнее любых аргументов. Да и компания, которая ранее планировала взяться за разработку уранового месторождения, как сообщил первый вице-премьер Кубатбек Буронов, не имеет претензий по отзыву у них лицензии. Подобный шаг чиновник объяснил тем, что инвестор принимает мнение общества и сделал встречный шаг. Мы провели переговоры с Юразией. Они приняли беспокойство в обществе и согласились без всяких претензий. Но на этом слуги народа не успокоились. Отвечая на вопросы парламентариев, между членами правительства и законодателями возник спор. Дело дошло до того, что стороны чуть ли не в резкой форме стали перебивать друг друга, дабы взять слово. Моё личное мнение, поскольку на месторождении не проводились какие-либо работы, ничего ещё не начиналось, то, возможно, после волны негодований общества инвесторы сами бы тихо ушли. А раз так, то не нужно было паники. О чём вы говорите? Если инвестору не нужно было даже думать о разработке месторождения, стал бы он тогда вкладывать туда большие деньги? Какой дурак пойдёт на такой шаг? Сначала вложиться, а потом взять и тихо уйти. Да это нереально. Далее позицию по козловому польскому месторождению выразило руководство Госкомитета по промышленности, энергетике и недропользованию, которое заявило, что в идеале было бы хорошо, если власти поддержали инвестора. И тут же с высокой трибуны глава ГКПН парировал, отметив, что если есть нарушения, то деятельность доноров нужно остановить. Естественно, что такие доводы чиновника вызвали только раздражение среди депутатов. Именно по козылам пол наша позиция ГКПН инвестора надо поддерживать. Но если не соответствует закону, если нарушение будет, то остановим. Именно по козылам полу обеззараживание входит. Этот уран надо вывести в целом. Надо было посмотреть экономический эффект. Некоторые политики, раньше выдав разрешение, сейчас говорят, что против. Это правильно? Возвращаясь к теме вечного моратория на уран в Кыргызстане, то надо отметить, что мнения среди специалистов разделились. Одни поддерживают инициативу депутатов, другие считают, что вполне было бы достаточно, если запрет действовал до 2070 года, как предлагалось изначально. Но и те, и другие не исключают возможности, что спустя годы ситуация может измениться, и в будущем безопасные способы разработки позволят вернуться к добыче стратегического ископаемого. Ведребек Мамбиталеев, Ильчебек Аштабаев. Новости Ошпери. Новости Ошпери.